В зимнее время количество дорожно-транспортных происшествий, происходящих по причине гололёда, возрастает и очень часто в объяснениях автомобилистов, ставших участниками автоаварий, встречаются слова «не успел затормозить», «дорога была скользкая» и тому подобное. В связи с этим сотрудники госавтоинспекции совместно с общественными инспекторами СВФУ провели акцию «Осторожный гололёд». Подробности в материале наших корреспондентов. С подобными объяснениями встретил автоинспектор и водитель СУРФУ, выехавший навстречу и протаранивший Сузуки Свифт, в результате чего пассажирка последнего получила серьёзные травмы. А причиной ДТП стала изношенность передних покрышек внедорожника. Ехал вот до узка, там колесо, колесо как маяние, колесо ухил, там, где вас. Сегодняшняя акция направлена на снижение аварийности. Сотрудники ДПС проводят профилактическую беседу, особо акцентируя на использовании зимней резины. В улице сейчас потеплее, весна наступает скоро. Но сразу же у нас что, гололёд сразу появляется на улице? Чувствуете? У вас резина хорошая? Да, вот я видите, хорошая. Но всё равно необходимо соблюдать инстанцию. С этим согласны и профессионалы в подборе резины, особенно для предстоящего межсезонья. Зимняя резина-то мягче будет, чем мягче резина. То есть за счёт своих ламелей, цепление здоровье куда лучше идёт. А на летних, там у них получается асфальт, и канавки у них идут чуть поменьше, то есть протектора нет. Счёт этого они плохо функционируют с холодным асфальтом. Водителям важно знать, что правильно подобранные шины обеспечивают высокий уровень цепления при разгоне и торможении, а также оптимальную управляемость и боковую устойчивость во время прохождения поворотов. Необходимо на дорогах быть внимательнее, следить за резиной, чтобы резина была хорошая, зимняя, шипованная. И соблюдать дистанцию, соблюдать скоростной режим. И особо быть внимательным на пешеходных переходах и в местах скопления людей. Особенно, где много детей у нас, это возле школ. Сейчас дети пошли в школы и других детских учреждений. Кроме того, с января 2015 года установлены новые требования к протекторам шин, в том числе и зимних. Так что водителям с несоответствующей резиной нужно быть поосторожнее. В случае ДТП, даже если вашей прямой вины в этом нет, сопутствующие причины аварии могут признать и эту. Эдуард Рудых, Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.